Пожалуйста, вопросы можно задавать. Действие отсутствует для... ...действия отсутствует или... ...действие даже с больших способствах, это все равно Fachin, правы-то не действие? По какому действию или компанию сотрудничает? ...искому не нужно его искать, как новое институте, просто подробнее. Есть? Есть и все. Любое действие приводит или к развитию, или к деградации. Поэтому есть смысл понимать, в чем смысл действия. Потому что если мы не понимаем, в чем смысл, то мы можем легко перепутать действия, ведущие к деградации, с действием, которое идет к развитию. Например, движение за развитие сознания через наркотики. Очень популярное движение. Очень популярное, то есть каждый начинающий наркоман, у него есть идея, какая-то контакта с возвышенными мирами, то есть целые движения, товарищи. То есть все они думают, что это не как-то развивает свое сознание. На самом деле это полная деградация сознания. Но все они очень уверены, что это развитие. То есть чуть-чуть непонимания, в чем смысл происходящего. И мы не просто приступаем к бессмысленному действию, нет, мы приступаем к деградации. То есть если бы было какое-то бессмысленное действие, то еще было бы нормально. Еще было бы хорошо, еще можно было бы, в принципе, успокоиться. Так сказать, были бы действия или хорошие, или бессмысленные. Но так как мы имеем дело с деградацией, причем эта деградация достаточно активна, и достаточно, так сказать, в общем-то, человек достигает в этом определенного успеха своей деградации, поэтому, конечно же, мы должны постоянно задумываться, в чем смысл того или иного. Поскольку это как мы легко путаем развитие с деградацией, легко путаем развитие с деградацией. Наилегчайшим образом. То есть настолько легко путаем, что, в общем-то, находимся на этих иногда очень подозрительных стадиях деятельности, когда человек, думая, что он развивается, деградирует, так сказать, по полной программе. Просто катится в ад. Но думая, что он, в общем-то, наилучшим образом развивается. К сожалению, именно так происходит. Поэтому, конечно же, это концептуально важно. Концептуально важно, то есть, что это за действие. В чем смысл? В чем смысл продукта? Смысл продукта в том, чтобы он был пищей, а не ядом. Поэтому мы должны всегда интересоваться, так сказать, датой изготовления. Это очень важно, потому что после определенной даты смысл продукта меняется. И можно отравиться. Вместо того, чтобы это пошло нам на пользу, он упадет на вред. Точно так же и любая другая деятельность, любая другая идея, любая другая какая-то концепция, на ней есть определенная, так сказать, какая-то, так сказать, характеристика. В чем смысл этого продукта? В чем смысл этой идеи? Если мы об этом не задумываемся, мы также поймем, что оно или нам на пользу идет, или во вред. Или на пользу, или во вред. Если, например, там, человека нужно обезболить, может быть, так сказать, какая-то наркотическая составляющая, а тут какое-то наркотическое, так сказать, ну лекарство, оно и пойдет на пользу. Да, чтобы, так сказать, наркоз применить или еще что-то. Но если человек ежедневно принимает, то у него будут большие проблемы. То есть есть некоторая-то грань, где меняется качество происходящее. Просто меняется качество происходящее. Поэтому человек должен постоянно контролировать, на какой стадии деятельности он находится, на какой стадии продукт находится, не перешел ли он эту черту. Поэтому, в общем-то, очень четкое ограничение, очень четкая линия проходит по всем трактатам, которая дает нам это понимание, как не переступить эту черту, когда полезное становится вредным. Поэтому точно так же, если мы знаем эту черту, мы можем аккуратненько из области вредного перемещать все в область полезного. Аккуратненько перемещать из вредного в полезного. Так как мы уже научились очень хорошо полезное перемещать в зону вредного, то есть это уже мы стали профессионалами, то теперь нужно научиться из зоны вредного перемещать в зону полезного. Как знаете, там молоко скисло, пить его уже невозможно, и на нем раз какие-нибудь блины замешали, да, или что-нибудь такое. Уже так женщины должны уметь все это так. Или там хлеб стал черствием, и раз сухари сделали. Уже в борщ приятно бросить, да, уже вкуснее. То есть как-то вот так вот перемещать. Не то, как гноить, но и то, что, в общем-то, уже испортен продукт каким-то образом, уже не съедобен, его родцы перевезли опять в зону съедобности. Опять в зону съедобности. Так же и любое дело. Любое дело, любую концепцию, любую идею. Поэтому, в общем-то, веды нам и не рекомендуют что-то концептуально менять или от чего-то отказываться. Веды нам рекомендуют сменить вот эту вот полезность. С вредности на полезную. Оценить свою жизнь. Посмотреть, в чем есть смысл, в чем нет. С помощью чего я развиваюсь, с помощью чего я деградирую. И с помощью чего я развиваюсь, оставить, в общем-то, и развивать дальше. А то, с помощью чего я деградирую, постепенно перевести в сторону позитивного. Потихонечку, так сказать, подвести к этому. И, в общем-то, ходить довольным. В общем-то, очень простая концепция. Простая идея. Поэтому можно вот на основе этого стараться анализировать то, что перед нами происходит. В принципе, вот это анализ. Анализ это есть функция, в общем-то, человека разумного. Мы анализируем, в чем смысл. В чем смысл. В чем смысл. Что же делать, в чем смысл. Если мы не анализируем, то, фактически, эта деятельность почти на 100% ведет к деградации. Если мы не анализируем. Потому что, даже если эта деятельность какое-то время позитивна, но мы не анализируем эту деятельность, на определенном моменте мы не заметим, как она станет негативно. На определенном моменте мы этого не заметим, как это произойдет. Как хлеб вроде еле-еле, потом открыли, а он уже заплеснил. не заметили, как это произошло. Раз и все. Раз и нет. Он куда-то делается. Поэтому человек все время должен находиться. В общем-то, достаточно простой контроль, достаточно легкий. Нужно просто об этом вспоминать, для чего я это делаю, в чем смысл этой деятельности, к чему это все. И, в общем-то, это и была функция нашего сознания, пока мы не стали совершать глупости. Посмотрите на ребенка, что он делает? Он спрашивает постоянно, зачем, почему, тест, зачем, почему. Он спрашивает зачем, почему, к чему это все. Пытается это выяснить, пытается понять к чему это все. Зачем? Пытается смысл найти. Но никто ему смыслatkам. Никто ему смысл не объясняет. Никто не объясняет. Почему? Потому что нет традиции об этом задумываться. Тебе еще рано говорю как-то. Тебе уже задумался. То есть у него эта функция проявлена, рано проявлена, поэтому человек может очень активно развиваться в духовной жизни уже с 5-4 лет. То есть уже эта функция, зачем она проявлена? Очень активно может развиваться, поэтому духовные школы с 5 лет уже дают, вполне спокойно, так сказать, дети учатся и понимают все. В общем, понимают все лучше, чем взрослые. Потому что мы уже, так сказать, немножечко закостенелые, нам очень долго надо все вбивать в это сознание через силу. А ребенок очень легко все воспринимает, в общем-то, какие-то простые вещи легко может понимать. Если будет нормально, в общем-то, в этом духе, в чем смысл объяснять, то очень быстро ребенок становится разумным. Если ребенок понимает, в общем, смысл, то потом его уровень самоконтроля становится максимальным. Что бы он ни делал, он уже задумывается, в чем смысл. И, соответственно, в общем-то, насчет этого ребенка можно быть более-менее спокойным. Потому что он постоянно находится на этом уровне самоконтроля. Это очень хороший уровень, очень высокий. Позитивный, в принципе, конечно же. Нам необходимый... Еще вопросы-то, пожалуйста. Да, да. Все спят. В этом случае все спят. Такая глубокая ночь. И мы в таких медведей превращаемся. То есть телу уже не нужно, так как активность становится минимальной и очень вредной. Поэтому, в общем-то, тело конфискуется и просто спит. То есть толку никакого нет. Какое-то время это длится, это состояние. Оно длится, поэтому, в общем-то, мы даже это и не помним. Такое забытье, не сон, а забытье. Поэтому какое-то время все такое, отстойник. Все отстаивается какое-то время. Отстаивается, успокаивается. То есть, как бы, снимается вот этот вот нокаут очень тяжелый. И все заново потом начинается. Давайте заново. Некоторые каникулы. Эти каникулы. Человек, когда сильно устает, ему нужно отоспаться недельку. И вон неделя застыет, расцепается. Так же и в мире происходит. Знаете, такое затишье, как зима, да? Все затихло. Не проявлено ничего. Кажется, все замерзшим. Все деревья, все, трава, все. Все куда-то. Все застыло. Все застыло. Движений никакого. Все такое. Застыло. Природа застыла. Но приходит весна, опять все распускается. Начинается движение. Так же этот момент, в общем-то, он такой на зиму похож. Такая зима, только космического масштаба. Все замерзает. И вот так отстаивается. Отстаивается, отстаивается. Это надолго, да. Надолго. Поэтому так можно тут застрять. Не на один день. При желании можно застрять на очень долго. На очень долго. И уже жди. Дожидайся, пока следующий просвет начнется. Это миллионы жизней. Миллионы. То есть, так достаточно надолго можно попасть. Поэтому, реинкарнация, это не что-то такое смешное. Ну, попаду в белочку, ну, попрыгаю туда-сюда. Нет. Если уж закрутило. Если уж понесло, так все. Это поэтому называется, вечно обусловленное живое существо. Вечно обусловленное живое существо. Почему вечно обусловленное, когда мы как-то попали? Почему вечно обусловленное? Потому что это время, нахождение в материальном мире, его даже почитать невозможно. Настолько долго все это тянется. Долго. Поэтому, в общем-то, от нас зависит, как мы хотим остановить все это и, наконец, все-таки проснуться и эту проблему разрешить. Но не все еще устали. Кому-то очень нравится. Примерно вот такая картина. Это зима. Тяжелая, холодная, бездеятельная зима. Да? Ну куда же ж? там где все здесь происходит просто проявленная материя или не проявленная например мы принесли разобранный шкаф он не проявленный собрали шкаф проявился конструктор но это все равно он был этот шкаф просто он был не проявлен так же и мы есть я спокойненько спим но когда мир проявляется мы тоже проявляем свою активность зачем раньше времени проявляться когда мир не проявлен ничего делать негде мир проявляется тут же появляется активность становится тепло появляются микробы жизнь начинается птички полетели остается холодно все разлетаются утки улетают на юг все тихо спокойно никто никого не трогает когда однажды все это проявляется тут же жизнь начинается все опытно двигаться начинает двигаться но никуда оно не девается нет аспект вечности присутствует мы были есть и будем просто активность и возможности меняются со временем меняются активность и возможности С ними все очень хорошо Потому что сворачивается материальный мир Духовный не сворачивается Духовный мир только увеличивается Причем каждый раз в два раза Думайте как хотите То есть бесконечный духовный мир Каждый раз в два раза увеличивается А вот материальный мир сворачивается материальный мир имеет временную природу то есть это как тюрьма то есть тюрьма имеет смысл когда есть преступник нет преступников тюрьма закрывается есть преступники надо строить тюрьму разошлись все стали хорошими не надо тюрьмы сделаем конечно я думаю что мы не сможем этот размер посчитать ну да поэтому это не наше расстояние то есть нас таких цифр нет чтобы говорить о таких размерах вот мы можем знать что сказать для нашего ума это одна четвертая всего творения до 4 всего мир материальный мир не пытайтесь посчитать тут нет какой-то математики нет никакой зависимости это так просто говорится для красоты мы не можем осознать мы не можем понять как это вечность два раза увеличивается и как это одна четвертая вечности как это до четвертой диму то есть невозможно осознать поэтому и не надо просто чтобы мы хотя бы маленько представляли что к чему ну вот на нашем уровне вот это можно так сказать но это никак невозможно посчитать там свести или как-то какие-то формулы вывести нет то есть тут нет никаких формул здесь план этот план сказать он никак в общем-то с нашим разумом не связан это не наш план абсолютно не наш для нас уже план написан священных трактатов там написано перестань совершать глупости стань святым человеком и уходи из этой тюрьмы попадай домой очень простой план ясный понятно план творения очень трудно понять план творения даже сам творец брахма этого мира он не понимает как сотвориться он наблюдает как сотвориться не понимает не наш план это не его план не его просто архитектор примерно сказать участвует в этом процессе но план план не наш просто можем в нем участвовать каким-то образом можем не участвовать но это не наш план нас план только один от глупости избавиться на то что все остальное не наш поэтому и в общем-то и понять его до конца трудно так примерно чуть 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 можем понять что примерно вот это отсюда это оттуда ты числа до конца невозможно даже что такое материальное очень трудно понять трудно понять как все это работает очень трудно а как знать когда же какие-то материальные элементы вы пробуете там понять что то более менее q это уже все только мы начнем какие-то на законы смотреть тут же начнутся сложности Canadian не соответствует, как это все действует, почему это так, почему не иначе. Если мы даже просто в науку пойдем, то мы дойдем до этой степени необъяснимости. То есть наука все объясняет только до какой-то степени, а процентов 90 принимается в науке. То есть в любой науке процентов 90 принимается. Только 10 процентов объяснимо. Такие аксиомы. Доказательно. Но еще процентов 10 уже постоянно пересматривается, а 90 просто принимается. Просто так принято. Невозможно никак не доказать, не увидеть, не осмыслить. Просто так вот есть. Никак иначе. Поэтому каждый раз приходится с чем-то новым сталкиваться. Все это раскрывается, меняет свою характеристику, меняет свои качества, меняет свои способности. По-разному со всем взаимодействует. И огромное количество вариантов. Но невозможно предугадать, как это все будет. Представьте себе придумывается какое-то лекарство для лечения человека. Там испытывается на собаках. И начинают применять это лекарство. И характеристик тел, то есть этих вот до, что там еще разных внутренних характеристик, около 6500. 6500 разных абсолютно по устройству тел. Варианты. То есть вот эта вот таблетка, она вступает в 6500 разных взаимодействий. Представляете? Поэтому как угодно проявляется. Поэтому если человек не наблюдается у врача, то эта таблетка, она может легко убить. Сможет произойти все, что угодно. Как этот новый штамп, этот, что-то, этого гриппа, да? То есть или чего там. Все начали прививать, все пошли проблемы. Сняли эту вакцину. Начали, вроде все было всегда нормально. Начали применять проблемы начались. Аллергия пошла у детей. Там все сняли. Видели, да? Что-что творится. Вот будьте аккуратны. То есть очень довольны и расслабились. В том году сработало, в позатом году сработало. В этом году так же сделали, не сработало. И все, и все разводят руками. Главрач говорит, все нормально, все проверю. Ничего не проверили. То есть чтобы в реальности какое-то лекарство проверить, нужно 6500 экспериментов произвести. Кто их проводит, бедных там крысок, берут белок и все проводят. А то и не проводят. Кто? Кому это все нужно? Вот. Кому не нужно? Поэтому никто ничего не знает, в общем-то, все у нас страх и риск. Потому что план не наш. Никто не знает, как это все реагирует, как это все взаимодействует. Поэтому есть культура. То, что такое культура? Это тысячелетний опыт. Это уже то, что проверено. Понимаете? А юрведы просто это медицинская система, так же может убить. Никакой проблемы нет. Конечно. То есть нет хорошей или плохой медицинской системы. Есть разумный или неразумный врач. Вот и все. А если человек разумен, он любой системой вылечит человека. Любой. Вот какой он захочет лечить, та система у него будет лечить. Все зависит от человека. Человек лечит, а не систему. Система это просто инструмент. В руках хорошего мастера любой инструмент будет работать. Поэтому нужно выбирать не систему лечения. Мы думаем, а юрведа нас спасет. Почему ты юрведаешь? Мы думаем, тибетская медицина нас спасет. Почему тут тибетская медицина? Мы думаем, иглорефлексотерапия нас спасет. Почему тут она? Нужно человека искать. Человека. Человека разумного. Если мы его находим, в его руках любая система заработает. Нет панацеи. То есть система это просто инструмент. Вопрос, кто его в руках держит этот инструмент? Кто его держит в руках? Кто его держит в руках? Поэтому в руках хорошего врача, который понимает в чем смысл всего. Любая система заработает. Любая. Абсолютно любая. Абсолютно любая. Он вас карандашом вылечит. Никакой проблемы нет. Если он будет специалист по лечению карандашами. Он вылечит карандашами. В этом принцип. Поэтому человек. Человек на первом месте. А система? Это как машина. Какая разница какая машина? Главное какой водитель. Какая разница какая машина? Главное какой водитель. Убийца это водитель? Или это аккуратный водитель? Какая машина все равно. Главное какой водитель. В этом идее. Угу. Ну простите. Есть много личностей в ведах, и они несут себе какие-то административные функции. Поэтому, чтобы их узнать, нужно другой тракт почитать. Они описываются в Шримад Багаватане. Уже очень подробно, со всеми описаниями. Шри Шипанишад не несет себе этой функции культурной. Тут нет культуры. Шри Шипанишад дается вот эта первичная философия, которая позволяет человеку сразу стать счастливым. Сразу. Если такая экспресс-таблетка. Если человек просто понимает, что ему в этом мире ничего не принадлежит, то ему тут же становится легко. Нам тут трудно до тех пор, пока я думаю, что я тут должен все это контролировать. Нет. Когда мы понимаем, что не мы контролирующие, а мы должны просто понять контролирующего, нам тут же становится легко. До тех пор, пока мы пытаемся контролировать этот мир, нам очень трудно, что мы не контролируем сейчас ни наш мир, ни наш план, ни наши ниточки. Поэтому, когда человек не понимает, что это не его задача исправлять этот мир, менять его или контролировать, нет. А что его задача просто понять в чем смысл всего этого происходящего, то ему тут же становится легко, он сбрасывает в себя этот ненужный груз. Наверняка все брали на себя ненужный груз. Вот не свое вот это, не свое ответственность. Это что-то ненужное, лишнее. Вот дали этот груз, все, неси. Не знаю, это ужас какой-то, даже какую-то маленькую. Дали обязанность какую-то маленькую, и уже человеку тяжело все вот это вот. А потом, когда забрали, сразу легко все. А представьте, у нас лежит груз вот такого тысячежизненного неправильного мировосприятия, когда мы пытались стать, так сказать, хозяинами природы. Что за ужас такой? Товарищи пытаются стать таким хозяином природы, но пытаются что-то поменять свою сторону, сделать, каким ему хочется, то, конечно, это все очень трудно. Вот если он идет против течения, ему очень трудно. Когда он разворачивается, то по течению сразу начинает. Сразу легко, радостно, так сказать, да. Ножки поднял, а тебя по течению понесло, очень удобно. И когда против течения идешь, невозможно. Очень трудно. Поэтому мы все шли против течения все это время. Против течения. Надо сказать и просто развернуться, пойти по течению. Просто понять план, в чем смысл всего происходящего. То, что хорошее, оставить. То, что негативное, переключить на позитивное, и все будет хорошо. То есть, много достаточно разных таких личностей. Они очень интересны. И про них будет очень много историй. Если будете читать эти произведения. Очень много будет историй. И вы все эти имена вспомните, и будет понятно. Сейчас я сегодня не смогу рассказать. Это надо про всех полостой истории рассказать. Это все постепенно вы прочитаете. Очень интересно. А личности. Великие личности описываются. В великих трактатах описываются великие личности. Поэтому мы должны понимать, что все это великие личности или их экспансии. Какие-то представители очень серьезные, несущие за что-то ответственность. Дающие какое-то знание миру, или какой-то вариант освобождения, что-то передающее. Что-то надо передавать. Знаете, как есть представители другого мира. Как в тюрьме есть какая-то охрана. Есть руководство тюрьмы. Есть какие-то рабочие, которые что-то приносят, передают. Также и в этом мире есть какие-то личности, которые наполовину здесь, наполовину там. Они посылаются оттуда сюда, чтобы тут наладить, подправить. Это более, так сказать, квалифицированные. Многие из них не находятся под влиянием этого мира. Хотя, конечно, тут, так сказать, семь не весело. Но все-таки они более защищены. Не попадают в это влияние. Есть те, которые вообще не попадают в влияние этого мира. Освобожденные души. Необычные, необычные личности. Необычные. Поэтому очень много вариантов. Очень много вариантов таких необычных жизней. 33 миллиона таких вариантов. 33 миллиона таких вот личностей, если возможно. Их потихонечку можно так будет по их истории почитать. И будет потихоньку раскрываться. Огромное количество Пуран, историй написаны. В общем-то и все-таки такой большой-большой космический телесериал. Большой-большой интересный телесериал. Кстати, достаточно весело. Весело, интересно. Нет, Брахма это должность. Да, разные. Разные. Как много министров. То есть один министр не может всем миром руководить. Даже одной страной. Поэтому есть много министров. Они за разные там части отвечают. На разных должностях. Зам министра есть. Первый зам министра. Второй зам министра. Третий зам министра. Четвертый. То есть вот такая система очень развернутая. Даже какое-то наше простое министерство. Там, Господи, вот, боже мой. 12 этажей и дом там на целый квартал. Какой-нибудь там. Посмотришь, какая-нибудь администрация. Так там можно заблудиться. Никогда оттуда не выйти. Может это помнил, что. Это такие. Десять этажей вверх. Десять этажей вниз. То есть все. С концами может там потеряться. Так это просто какое-то там министерство. Просто какая-нибудь штука, которая еще и не работает причем к тому. То есть там ничего не работает. Его просто из всех сил как-то пытаются поддерживать. А оно еще не работает все. То есть на какой-нибудь там вообще до отации находится. И все это. Ну а представьте себе, как космическая администрация. Все вот это вот. Махина вся. Чтоб все работало. Крутилось, вертелось. Действовало как-то. То есть это очень сложно все, конечно. Очень сложно. Поэтому, конечно же, другой уровень. Другой уровень мозгов. Другой уровень, в общем-то, восприятия мира. Поэтому даже описание мира. Существуют разные трактаты для разных живых существ. Например, этот Шамат Багава там есть для нас. А есть Шамат Багава там для администрации этого мира. Для полубогов. И он в сто раз больше. В сто раз больше. То есть трактат в сто раз больше. Огромный трактат. То есть он уже сразу расширяется. То есть на создание другое. А трактат дается другой. То есть нам нужно все поменьше. Все поменьше, потому что у нас все так просто. Мы ничего не понимаем. Жизнь короткая. Времени нет. То есть мы читаем только в метро. И то засыпаем. И то потому что скучно. Поэтому нужно все быстрее, короче, понятнее. Но есть более развернутые произведения. Ширикомасштабные. Поэтому даже знание, оно в общем-то так проявляется с разной степенью процентности. С разной степенью процентности. Поэтому все сжатое знание, все это космическое знание. Все эти тысячи томов, они могут быть сжаты до одного маленького трактата. Например, шиши понижать. Мы просто не можем сейчас оценить его глубину. Это как, какая мы там, знаете, маленькая там бомба. Ну, непонятно, какой он там пластик. Знаете, просто пластилин. Или граната. Там ребенок может играться, думает, ну что это такое. Ну, там силище заложено. То есть если его взорвать, то взрыв огромной силы. Также в этом знании, если его постигать, думать об этом, пытаться понять и запомнить, то все это в сознании производит такой же взрыв, как будто вы сто тысяч томов прочитали. Если просто один этот понял. Поэтому обычно чем сжатие трактата, тем он такой, сконцентрированный от него. Так немножко током должно быть. Так между страниц должна искра пролетать. Вы можете это почувствовать на самом деле. Изучая такие трактаты, вот эту глубину ее можно почувствовать, насколько это глубокая вещь. Это глубокая вещь. Какова разница между газетой и этим трактатом, что еще понешать. Есть разница. Попробуйте газетку почитать, потом все еще понешать. Опять газетку, опять все еще понешать. И вы поймете в чем разница. Сразу будет понятно, что это не просто так. Что это склад. Некоторая такая атомная бомба. Очень маленькая, но эффект дает поразительный. Поэтому этим, в общем-то, и отличаются веды. То есть можно разные варианты найти одного и того же знания. Находим очень короткий вариант Шиши Панишат. Более развернутый в Бхагавадгите находим. Еще более развернутый в Шима Бхагаватам находим. Чрезвычайно развернутый в Читань Циритамрите находим. Еще миллион произведений. Поэтому, в общем-то, нет проблем, чтобы за любое количество времени понять ведическое знание. То есть нет много времени. Пожалуйста, тут маленькая книжка хотя бы ее. Но эффект будет тот же. Поэтому, в общем-то, это больше зависит от нашего восприятия. То есть наесться можно, в общем-то, одним и тем же количеством еды, но приготовлено может быть сколько угодно. Вы можете себе одну тарелку приготовить и ей наесться. А можете тысячу тарелок приготовить, но все равно одной наешьтесь. Поэтому, в общем-то, мы не должны волноваться, хватит нам знания или не хватит. Наверное, наш мозг хватит. Главное, вот это осмыслить. Осмыслить, переварить, усвоить, чтобы оно нашим стало. Чтобы, естественно, заработало, чтобы это на пользу пошло. Чтобы мы стали этим пользоваться. Тогда же такой маленький трактат, он раскроется, на всю жизнь нам его хватит. На всю жизнь. Такая глубина в этом все. Каждая буква, каждый звук может быть переведена огромным количеством вариантов. В этом глубина. Глубина. Один звук имеет примерно десять значений. Другой звук имеет десять значений. Два звука соединяются. Сколько значений? Сто. Да? Три звука соединяются. Сколько значений? Тысяча. Четыре звука соединяются. Сколько? Десять тысяч. Вот. Слово из четырех букв, понимаете, может иметь десять тысяч значений. А еще букву добавили. Понимаете? А представьте себе, слово из десяти букв на санскрите. Какова глубина может быть? Поэтому об одном слове можно говорить бесконечное количество времени. Об одном слове. Насколько в нем много оттенков, разных вариантов. То есть, это такое вот, как атомы. Но сочетаясь между собой, дают разные варианты химических веществ, что хотите. Понимаете? Также и знание, оно вот так вот приходит и дает какой-то свой вариант. Если мы его разбираем, мы находим там глубочайшую структуру. Глубочайшую, бесконечную глубину всего этого. Бесконечную глубину происходящего. Бездну. 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 Такова глубина. Это действительно то, что интересно. То, что интересно. Потому что так нам приходится во что-то все время утыкаться. Все время какие-то барьеры. Барьеры, барьеры. За что бы мы не взяли, из-за какого-то барьера доходишь, и скучно становится. Скуга появляется, понимаешь, что все, доступ дальше закрыт. Есть доступ закрыт. То есть, мы не можем пройти дальше, чем нам разрешено. Есть некоторый допуск. То есть, мы можем там в свои розетки электрическое поковыряться. Можем даже в щиток залезть свой. Но уже там в генеральный щиток дома нас уже не пустят. Уже надо электрика вызывать. А на подстанцию точно лучше не соваться. А на ТЭЦ вообще там уже охрана стоит с субпулеметами. То есть, все, уже допуска нет. Поэтому нам совсем чуть-чуть только вот разрешается. Чуть-чуть на расстояние вытянутой руки вот. Потрогать и то на флаком ударит. Водой обольет. Кипятком ошпарит. На гости наступим и то вот. В зоне нашей деятельности уже проблемы возникают. Поэтому даже если мы, так сказать, тут пытаемся что-то развить, какую-то идею, то все равно мы упираемся в этот барьер. Все. Непонятно. Непонятно. Непонятно вообще. Доходим до чего-то, дальше структура непостижима. Любовь, кто наукой занимается, он легко, очень быстро доходит до вот этого состояния, что дальше непонятно. Вот отсюда понятно, дальше все, хоть убей. Ничего не понятно. А те, кто занимались наукой, вот вы знаете. Все дальше просто непонятно. Непонятно. Какой закон работает? Непонятно. Закрыто. Доступ закрыт. Нет у этой карточки, чтобы дверь открыть. Нет. Не получается. Но веды дают возможность бесконечные эти понимания. Тут доступ, в общем-то, открыт. На всю жизнь. Хватит идти вглубь. На всю жизнь. Не будет такого, что до барьера дошли и все скучно. Нет. До, 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 до самой глубины можно идти. И эта глубина, она не появляется. То есть там новый уровень просто открывается. Еще глубже становится. Еще глубже. Еще глубже. Когда мы доходим до какого-то барьера, там новая гряда. Как в горах. Вы на одну гору заходите, а за ней еще одна гора. Так там обманывают. Когда вы идете куда-то в горы. Чтобы сразу не испугались, что трудно и далеко идти. Вам снизу говорят, вот на горку зайдем и все. Весь трекинг. Вы заходите, а за ней еще гора, еще выше. Вы говорите, а и что? Вы говорите, что вот на горку надо зайти. А за этой не было видно. Видите? И вы уже так с подозрением идете. И на следующую заходите еще через полчаса. А за ней еще оказывается. И так вот перевалов 10 надо дойти куда надо. А так никто не пойдет. То есть инструктора они так хитрые. Вот тут вот да. А там оно... Особенно меня, когда видят, сразу говорят. Вот. Потому что я сразу говорю, вы меня до верха довезите, пожалуйста, на машине. Вниз я сам пойду. Вверх я не люблю ходить. Ну, не вниз как-то нормально. Они говорят, да, да, вот уже довезли. Тут чуть-чуть пешком лезь. И оттуда уже вниз. Всегда обманывают. Всегда. Всегда нужно там пару перевалов еще. Ну, там уже вниз, да, уже. Ну, что поделаешь. Вот так же, в общем-то, веды устроены. То есть вроде кажется, вот-вот вроде что-то, вот-вот. И один раз, там следующий перевал открывается. И так вот все. Пооткрывающе, пооткрывающе, пооткрывающе. Поэтому все будет интересно, интересно. Интересно, интересно. Интересно, интересно. Интересно, интересно. Еще интереснее, интересно. Сколько бы лет в этом не занимались, будет все интересно, интересно. Вот в чем перспектива. Это действительно интересно. Интересно, когда все интереснее и интереснее становится. А когда что-то еле как понял, еще потом и уперся в стену, где ничего не понятно, вот это грустно. Это очень грустно, где просто никто не может ничего объяснить, и те говорят, ну просто у нас так принято. Такой-то академик сказал, с ним не спорят. Поэтому, конечно же, веды, они дают эту возможность полностью насладиться разумом. Мы говорили, что это функция, которая, в общем-то, отличает нас от животных. То, что мы должны пользоваться, использовать наш разум. И вот в этом разум может полностью найти удовлетворение. Полностью сможем идти и вглубь, и вглубь, и вглубь… и все будет интересно, и такое будет открываться, что дух будет захватывать каждый раз. В можете 15 лет, каждый день изучать веды, и каждый день будет захватывать дух от нового открытия. каждый день будет захватывать дух так вообще устроен Восток Восток устроен таким методом, что это не как какая-то страна, но в которую приехал и понял вот тут приехал и понял, вот страна все понятно, вот Германия все ясно, все ясно все ясно, понятно, съездил один раз и понял все ясно, понятно, вот съездил в эту страну, все понятно съездил на ту страну, все понятно все, если вы приехали на Восток все, в нее можно всю жизнь ездить ничего не понимать, но будет раскрываться и раскрываться и все, и все бесполезно, то есть понять невозможно если человек говорит, что он понял Восток, все значит он вообще ничего не понял не увидел скорее всего все это время был пьян как обычно, знаете, русский человек он когда едет отдыхать он еще в самолете напивается, вообще в стельку и уже они друг друга выносят и отходит он уже когда прилетает из отпуска, уже он так в себя приходит и спрашивает, а где мы были а что видели а я где был все, то есть такое в общем подозрительный отдых, я когда лечу все время обычно постоянно группа в Бангкок летит туда, дорога одна потом расходятся эта группа, которая летит в Бангкок это что-то вот невообразимое как они все находят друг друга, вот эти алкоголики все, просто вот такой Новый год у них начинается вот, всю дорогу всю дорогу ужасно поэтому, конечно же так просто Восток не поймешь но это будет раскрываться и раскрываться и раскрываться и раскрываться можете в одно и то же место ездить всю жизнь и все будет это место раскрываться и раскрываться раскрываться и раскрываться и раскрываться и раскрываться и все глубже буквально до состояния шока будет раскрываться каждый раз. Состояние шока. Вот одно и то же место. Настолько глубоки места, настолько глубока культура, настолько все это действительно на другой платформе построено, на платформе раскрыть, на платформе погружения, что, в общем-то, невозможно достичь какого-то барьера, какого-то предела, и все успокоиться, и все понять, и все. Нет, что невозможно. Наоборот, каждый раз просто понимаешь, насколько все широкое, насколько все глубокое. Вот этим и интересна духовная практика тем, что она раздвигает наши границы до бесконечности. Границы просто до бесконечности раздвигаются. Возможности до бесконечности. Можно сидеть прямо в своей квартире, но постигать философию бесконечного масштаба. До бесконечного масштаба. Даже так вот глубоко. Если душа освобожденная, она не может впасть к людям. Освобожденная, значит, не находящаяся под влиянием иллюзий. Если душа не освобожденная, тогда может, да. Поэтому на любой высокой должности можно, сказать, получить какие-то проблемы. Поэтому, конечно же, есть концептуальная разница. Поэтому есть так называемые вечно освобожденные, те, кто не находится под влиянием материального мира. Но, например, охранник тюрьмы, он может совершить преступление, и его в эту же тюрьму бросают. Легко. Хотя он был на уровне такого правителя, командовал, сюда идёт, сюда идёт. Но если он сам совершил какое-то преступление, то он может легко попасть в такую же ситуацию. Но есть люди освобожденные. Путин может посетить тюрьму, и ничего никто ему не скажет. Даже если он всё сделать не так. Даже если у него в кармане найдут пачку чая, никто ничего волноваться не будет по этому поводу. Что он её пронёс? То есть, такая личность, освобожденная от налогов, от того, от всего. Соответственно, потом, даже когда в нормальном государстве, да, когда кто-то занимает великую должность какую-то, а потом ему дают некоторую такую неприкосновенность на всю жизнь. Но это в нормальном государстве. У нас, может быть, весёлое государство, да и вообще. Но вообще, так вот, по культуре, если человек отдал на высокой такой должности, в общем-то, все свои нервы, всю свою жизнь, это очень сложно. Четыре года за сорок лет зачтутся таких нервов. Просто мы не знаем, что происходит. Когда узнаёшь, ну что происходит, то становится просто страшно. Просто когда мы в какую-то схему погружаемся, оказывается, эта схема просто не поддерживается никак. Когда что-то нужно поддерживать, и мы эту схему изучаем, как это поддерживается, оказывается, что она не поддерживается. Не поддерживается. Когда понимаешь, что нужно защищать на рубеже любимой Родины, а границ просто нет. Их просто нет физически. Эти границы. Самолёты могут через территорию России летать военные и зарубежные. Отсюда спокойно. Отсюда спокойно. Всё что угодно. Просто нет границ. Он же как-то всё это защищает. Он же как-то всему там противодействует. Нужен какой-то закон, а закона нет. Нужны деньги, а деньги очень подозрительные. Непонятно в чём. Когда человек понимает, что это всё просто не поддерживается, а он за всё это отвечает, это всё огромные нервы. Огромные нервы. Но в чём бы мы не разобрались досконально, мы видим, что это просто не поддерживается никак. Поэтому, в общем-то, конечно, это тяжёлый труд, и когда человек несёт ответственность за такие большие объекты, за такие большие системы, то, конечно же, то, конечно же, к нему приходят такие, в общем-то, достаточно серьёзные последствия такой деятельности. И, конечно же, потом нужно как-то обеспечить его существование. Угу, ещё вопросы, пожалуйста. По... ...тирашному стиходу. Возобрались? Мы вчера остановились на том, что никто не любит говорить о смерти, что этот разговор не ведется, и если спросить у человека, в общем-то, об этом явлении, то обычно человек не хочет об этом говорить, он говорит, не спрашивайте меня об этом, мне нужно, зачем это все, чернуха, говорят, очень тяжело воспринимать, очень трудно об этом говорить, трудно, потому что нечего сказать, эта тема не обсуждается, тема за семью печатями закрыта, не принято об этом говорить, все очень подозрительно, никто не знает, что это такое, много всяких мнений по этому поводу, догадок, иллюзий, всевозможных сомнений, как, что, где, почему это происходит, потому что для большинства людей смерть это конец, все это конец, это конец всему, ничего не остается, и для человека это концептуально невозможно об этом думать, то есть сознание само по себе не может думать о чем-то конечном, очень трудно думать о чем-то конечном, потому что непонятно вообще, в чем смысл думать о чем-то конечном, какой смысл об этом думать, нет, наше сознание обладает этим качеством думать о чем-то продолжительном, оно настроено на какие-то планы, на какое-то развитие, мы легко можем об этом думать, о развитии, о планах, но когда нам говорят, что все все равно закончится, причем окончательно и навсегда, вот уже сознание думать об этом не хочет, потому что это не функция сознания, не функция сознания, наше сознание также является вот этой, в общем-то, частью энергии души, и энергия души несет в себе эту концепцию, что все должно развиваться, все должно улучшаться, все должно продолжаться, это исходит этого тенденции, это, в общем-то, его метод понимать этот мир, думать, размышлять, воспринимать и когда мы сталкиваемся с идеей, что все закончится однозначно, то есть тут, в общем-то, просто думать даже на тему невозможно, не думать, не говорить, ничего, не думать, не говорить, поэтому даже когда приходят какие-то там похороны или напоминки, о чем говорят люди, какие они тосты произносят, мы тебя никогда не забудем, то есть невозможно встать и сказать, все, ничего от тебя не осталось, тебя нет, ты ноль, все, ты исчез, навсегда, ничего, ты разложился на каждый атом, все, что было, все, никто никогда такого не говорил, да, никто, то есть даже ничего не понимая, все естественным образом говорят, мы никогда тебя не забудем, мы будем помнить о тебе вечно, твое дело останется в веках, да, то есть пока ты в наших сердцах, ты живешь и так далее, то есть все естественным образом мыслят, мыслят, как должна мыслить душа, вот этими вечными категориями, вечными категориями, поэтому очень странное явление, когда есть, это, в общем-то, это ситуация смерти, и все понимают, что не все так просто, не все заканчивается, но ничего не говорится об этом, мы не можем найти никакой информации, найдите где-нибудь книгу «Философия смерти», давайте вот всю эту библиотеку сейчас перероем, покажите мне, вот смотрите, сколько книг, где тут книга о смерти, обо всем что угодно, но о смерти книги нет, очень подозрительное явление, очень подозрительное явление, то есть тысячи книг, миллионы книг, а смерти неодных, мы только знаем две книги, там буддистская книга Мертвых и индийская книга Мертвых, и те, как говорится, они из библиотеки, здесь нет разг algu, то есть, невозможно об этом поговорить, очень подозрительно, Очень подозрительно Все это называется сумасшествием То есть сумасшествие это видеть и не замечать Видеть это сумасшествие Так ведет себя сумасшедший человек Сумасшедший человек видит и не замечает Представьте что вы приходите домой Ваш муж перестал вас замечать Или мама с папой Сидит себе Вы мимо ходите А он не замечает Вы ему говорите я пришел А он молчает не реагирует Вы ущипаете а он не подпрыгивает Очень же подозрительно Нужно будет вызывать врача Вот и сейчас у нас есть такое Некоторое сумасшествие легкое Мы видим что это происходит Мы знаем что это происходит Но поговорить об этом не можно Не хотим это замечать Не хотим это видеть Не хотим это видеть Оно даже и устроено Особым образом Почему бы кровь не сделать бесцветной Никого бы это не волновало Но кровь сделана яркой Чтоб сразу было видно Вот проблема есть Проблема есть Есть проблема Почему бы ее не сделать телесного цвета Удобно Нет проблема есть Почему бы не убрать боль Но боль есть Нам все показывает Весь мир нам показывает Есть проблема Есть серьезная проблема И об этом нужно уметь говорить Если мы можем об этом говорить Значит мы развиваемся Если мы не можем об этом говорить Значит мы деградируем Поэтому развивающийся человек Может легко говорить Это очень реалистично. Смерть это самое реалистичное для нас явление. Потому что оно ожидает всех. Все остальное можно даже как-то избежать. В принципе, даже болезни можно избежать. Некоторые умирают здоровыми. Бывает такое. Бывает человек, не болеет, хоть бы что. У меня дедушка вообще не болел. Вообще никогда не болел. Он вообще не болел никогда. Никто никогда не видел, чтобы он болел. Все, просто умер, все, спокойно. Никогда не болел, ничем. Все, курил, пил, хоть бы что. Не болел вообще. Нечем было болеть. Но вот от этого факта никто... Это самое реалистичное. Ничего изменить невозможно. Абсолютный реализм. Но именно о самом реалистичном речь не идет. Поэтому именно это нужно обсуждать. Потому что все остальное в этом материальном мире является временным. Может быть, может не быть. Может быть проявлено, может быть не проявлено. Как угодно. Но единственная тема, имеющая отношение ко всему, абсолютно каждому является тема смерти. Абсолютно каждому это относится. Очень важная и серьезная тема. Поэтому это настоящая наука. И наука о смерти позволяет понять науку о жизни. Если мы не понимаем науку о смерти, мы не поймем науку о жизни. Потому что если мы изучаем науку только о жизни, то мы изучаем только половину реальности. Причем обсуждается это не всегда, но один раз нужно понять. Например, сейчас все очень радостно требуют и изучают всевозможные такие трактаты, которые связаны с загробными мирами, всевозможными загробной жизнью, с потусторонними мирами. Всем это очень интересно. Фильмы снимаются про привидения, про то, про то, про то, столько всего. Господи, это ужасная какая-то семейка Адамсов вообще, какой-то кошмар, тяжелый, чей-то тяжелый бред. Современное телевидение, оно таким, в общем-то, обладает каким-то бредовым состоянием, то есть, скажу, очень бредовые, можно встретить вообще, концепции, очень бредовые. Об этом очень много говорится, но на самом деле об этом нужно поговорить один раз очень хорошо и понять это. Эта тема не должна звучать постоянно. Вот в этом люди правы. Тема смерти не должна звучать постоянно, факт. Но она должна быть один раз прояснена, очень четко, прояснена, разобрана, основательно, обдумана и должны вызвать какие-то концепции очень четкие. Поэтому люди умирали в прошлом, умирают в настоящем, будут умирать в будущем. Но вот это вот психологическое состояние, попытка изо всех сил избежать этого момента, избежать этой самой насущной темы, это, скажем, просто такая форма, форма потери времени, форма некоторого такого легкого сумасшествия. Поэтому просто из-за недостатка знаний все пытаются уклоняться от этой темы. Недостаток знания вызывает страх. Почему смерть страшна? Только по одной причине. Вот незнание. Если мы чего-то не знаем, это страшно. Представьте, что вы приходите домой и там, какая-нибудь там коробка из-под обуви вдруг начинает двигаться. Вы одни, и тут начинает двигаться коробка из-под обуви. Начинает двигаться. С ума сойдешь? Волосы дыбом встанут. Когда вы что-то не знаете, так знаете, вот иногда любят наши родные пошутить. Пошутить. Волосы дыбом встают. Волосы дыбом встают. Такие очень простые шутки. Нужно просто, чтобы движение произошло из того места, откуда его не ждут. Это очень страшно. Очень страшно. Самый простой способ напугать другого человека. Нужно за углом не встать, а присесть. И вот если присесть, и человек из-за угла заходит, это очень страшно. Потому что если человек стоит за углом, это еще не страшно. Но если что-то внизу, маленькое, низкое, вот это уже страшно. Человек тут же вас вздрагивает. Вы просто присели за углом, и уже человек вздрагивает. Страшно. Поэтому любое движение, которое уже не человеческое движение, оно очень страшно. Страшно. Волосы дыбом встают. И если мы не знаем, конечно, будет очень страшно, человек этого боится. Но если мы начинаем узнавать, страх уходит. Поэтому веды избавляют человека от страха, от первичного страха, так как объясняют момент смерти. Много говорят о смерти, становится ясным, понятно. И этот страх улетучивается. Поэтому мы не должны бояться этого вопроса. Мы должны найти все ответы, разобраться, выяснить для себя все тонкости. Большую часть времени человек просто притворяется, что его этот вопрос не интересует. На самом деле, всех это очень волнует. Просто, в основном, современный человек пытается привести впечатление. Пытается привести впечатление, что он очень сильный, он все решает, его ничего не волнует, и когда будет надо, то разберемся. Нет. Всех все волнует в действительности. Поэтому, если мы просто объясняем эти основы, то человек сразу чувствует реальное облегчение. Если мы узнаем, в чем суть происходящего, мы чувствуем реальное облегчение. Там просто кошка оказывается под этой коробкой бегающей. Все ясно. Все понятно. Сразу становится ясно. Реальное облегчение. Благодарность. Но, что по-настоящему является смертью, описывается в Ведах, это даже нечто большее. По-настоящему смертью является духовная смерть. Духовная смерть, когда мы теряем развитие, когда наш вектор становится противоположным развитию. Это духовная смерть. И есть такие признаки духовной смерти. Они описываются. Что губит людей. В Махабхарате утверждается, что не смерть главный губитель человека. Не смерть. Что есть другие, достаточно более серьезные явления. И дается перечисление. Например, излишество в речах. Вчера мы говорили об этом позавчера. Излишество в речах. Губит человек. Слишком много говорится. Это убивает его лучше, чем смерть. Гордыня. Убивает человека лучше, чем смерть. Скупость. Лучше. Гнев. Чрезмерная жажда знаний. Человек слишком много хочет знать толку никакого. Действие это не начинает. Измена друзьям. Множество описывается вариантов. Мы боимся только смерти. Потому что другие объяснены. Они в культуре объясняются. Но этот момент со смертью, он не объясняется в нашей культуре. Поэтому, если мы обращаемся к Востоку, мы видим, что Восток смерти не боится. Не боятся. Почему? Потому что в их культуре это объясняется. Легко объясняется. Понятно. Все участвуют в этом. Поэтому не страшно. Никакой проблемы. Никто смерти не боится. Все нормально к этому относятся. И нет такой трагедии, как у нас. Удивительно. Можете приехать в Китай и удивиться. У вашего друга в Китае может умереть кто-то из родителей. И вы будете выражать ему свои сожаления, он вас не поймет. Вы будете жалеть, но не расстраивайся, возьми себя в руки, не убивайся, не пей, ничего с собой не сделай. Все хорошо, все пройдет, я буду с тобой. Они не понимают этого. Останет меня. Ну, что такое? Умер родители. Ну, что делать? Все нормально. Жизнь продолжается. Дальше просто продолжается. Это нормально воспринимается. Нормально воспринимается. Нужно уметь это понимать. То есть есть реальное понимание, что мы встречаемся, расходимся. Мы встретились на улице, например. Например, мы сегодня с вами встретились. И сегодня мы уже расстанемся. Но я очень люблю, если кто-то от этой встречи повесится. Или запьет. Никто сегодня не запьет от того, что мы после лекции расстанемся. В природе с горя запьет. Мы расстались. Это очень странно. Или больше не сможет жить спокойно. Или сойдет с ума. Это очень подозрительно. Нет. Мы понимаем, что это жизнь. Мы сходимся, расходимся, мы встречаемся, опять расстаемся. Когда мы к этому правильно относимся, это не приносит такой неправильной боль. Боль может быть невежественная, а может быть боль культурная. Поэтому, когда у нас боль от невежества, от того, что мы не понимаем этот процесс расставания, да, это боль, она пользы не приносит. Это негативные эмоции. Но бывает боль, действительно, боль любви, когда мы очень ценили эти отношения. И, в общем-то, для нас это по-настоящему, так сказать, потеря. Потеря именно того, что мы потеряли возможность заботиться о такой личности. Поэтому есть некоторая разница в этой боли. Поэтому мы стараемся вести себя так же, чтобы в следующей жизни встретиться, где мы встречаемся. Такой подход. Поэтому мы должны действовать самым образом, мы должны стараться не попадать под влияние этих глупостей. И молиться за других людей, чтобы они тоже не попадали под влияние этих глупостей. Это вот настоящая квалификация. Поэтому это особый подход. Есть, знаете, некоторые, есть разный подход вообще к изменению ситуации. Когда мы видим какую-то проблему, мы иногда желаем очень агрессивные какие-то, у нас очень агрессивные мысли, очень агрессивные идеи. Например, в Талмуде говорится, что Зачем молиться, чтобы грешники погибли? Что за идея такая? Молиться, чтобы грешники погибли? Нет, молись, чтобы они раскаялись. Молись, чтобы грешники раскаялись. И тогда порог исчезнет, и все будет хорошо. Поэтому, когда мы встречаемся с какой-то глупостью человеческой, мы иногда очень негативно мыслим по отношению к этому человеку. Но если мы молимся, чтобы этот человек раскаялся, и понял ситуацию, и его сознание прозрело, то вот тогда это действительно позитивная мысль. Действительно позитивная молитва, и приходят действительно позитивные плоды. Очень необычные. Потому что если мы молимся, чтобы этот враг помер, отравился и умер, плоды эти вряд ли придут. Не хватит у вас никаких сил, чтобы так намолиться, чтобы враг помер. Но если мы молимся, чтобы враг прозрел, вот этих сил нам хватит. Что интересно. И тут мы получим результат. Это очень практично. Поэтому не практично молиться, чтобы враг помер. Практично молиться, чтобы враг прозрел. Это очень практично. Это действительно то, что мы можем сделать. Это будет услышано. Чтобы враг помер, не будет услышано. Потому что тот враг, он также точно молится, чтобы мы померли. Поэтому оно аннулируется. но враг точно не молится, чтобы мы прозрели. Это очень редко. А мы можем так помолиться? Тогда это будет услышано. В этом силе. Этим можно воспользоваться. И в чем смысл смерти? Да, мы должны поговорить об этом. Смысл смерти в том, чтобы напомнить нам о Боге. Смысл смерти напомнит нам о Боге. Поэтому смерть отвратительна и уродлива по своей природе. Она некрасива. Она находится на максимальном удалении. Смерть на максимальном удалении от Духа находится, на максимальном удалении от Бога. Поэтому очень так некрасиво смотрится. Скелет, череп, кости очень некрасиво. Некрасиво. Жизнь всегда прекрасна. Смерть ужасна по своей природе. Факт. И смерть так отвратительна, потому что смерть это философский разрыв с Богом, когда мы отвернулись от Бога. Поэтому смерть ассоциирует с собой наше нежелание быть рядом с Богом. Наше нежелание быть рядом с Богом. Поэтому если мы философски подходим к этому моменту, мы начинаем понимать саму суть происходящую. Это происходит всегда, кроме тех случаев, когда умирает святой. Смерть святого не удаляет его от Бога, а приближает его к Богу. Поэтому даже после смерти святой остается таким же возвышенным. Поэтому и поклонение особое происходит. Особый обряд поклонения. Сама асси сооружается. Сама асси сооружается. Особое явление. Необычное. Так происходит. Поэтому вопрос простой достаточно, если в нем разобраться. В него не следует погружаться слишком глубоко и постоянно. Но один раз нужно хорошенько понять в чем суть. Поэтому есть и трактаты соответствующие. Бхагавадгита нам рассказывает, в чем смысл жизни и смерти. В общем, от Бхагавата много объяснений по этому поводу. Можем прочитать. Есть даже, в общем-то, более такие практичные трактаты, которые рассказывают, что конкретно происходит в момент смерти. Гаруда Пурана рассказывает об этом подробно. Потом можно взять, поизучать немножко, задать вопросики и избавиться из этого страха. Это очень важно. Иначе этот страх будет сбивать нас в пути духовного развития. Будет нас сбивать. Будем думать, что мы чего-то не успеем, чего-то лишимся, что смерть все прервет, толку никакого нет. Поэтому человек будет терять скорость развития. Поэтому нужно в этом разобраться. И когда мы способны сами в этом разобраться, тогда другие люди начинают к нам обращаться за помощью. Потому что если человек не имеет страха, к нему хочется обратиться за защитой. Поэтому если мы сами избавляемся от страха смерти, когда начинают обращаться с защитой, то мы можем помочь. В этом случае мы становимся защитниками. Выполняем эту функцию защитника. И все хорошо. Все становится в жизни более-менее позитивным. Мы можем помочь любому. Потому что любой имеет этот страх смерти. Но если мы знаем, как выйти из-под его влияния, мы можем помочь любому. Каждому. А это уже делает жизнь очень эффективной. Очень эффективной. Вот по этой части вопросики надо дать. Так мы затронули чуть-чуть это дело. Кто не испугался? Смерть может очень серьезно подвинуться. То есть смерть это время, выделенное на прогресс, закончилось. Как сессия пришла, все. И поэтому экзамен может быть смертью для студента. Если он не готов, все. Может быть все это двинуто еще надолго. На следующий год не сдал, все надолго еще. Поэтому мы должны очень серьезно подходить к этому моменту и стараться до момента смерти, в общем-то обо всем разобраться. Быть готовым к этому моменту. Быть готовым. А иначе все может отодвинуться. Очень серьезно отодвинуться. Не факт, что отодвинемся чуть-чуть. Можно отодвинуться и серьезно подальше. Лучше даже не думать об этом. Угу. 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 Он может не попасть больше в человеческую форму жизни. Реинкарнация такой очень грустный элемент. Очень грустный. Который, в общем-то, может повернуться как угодно. Как угодно. Есть определенные законы. Достаточно много мы глупостей по нас совершали. Поэтому гарантируется продолжение развития только при активном духовном развитии. Когда человек активно духовно развивается. Тогда да. То есть, если человек активен, просто не успел. Ну, ему скажут. Ну, что делать? Давай, бери. Как это называется? Академический отпуск. И продолжим. Да, не успел. Давай, потом продолжим. Поэтому дается позитивное какое-то рождение. Но все равно этот отпуск, он может быть долгий. Человек может опять лет 30 прожить. И только в 30 лет опять его, так сказать, скручат. То есть, все равно может надолго он затянуть в эти ситуации жизненные. В эти детские проблемы. В эти юношеские сумасшествия. Понимаете? В эти карусели чехарду с женитьбы и разводом. Многоразовые. То есть, это надолго все может закрутиться. Надолго. Или потом опять человек придет в себя и может через 10 лет умирать. То есть, это достаточно закручивает. Это не так, что мы прямо в следующей жизни родились и прямо уже сразу родились с учетками в руках. И с возвышенным взглядом в глазах. И заговорили сразу на санскрите. Нет. Поэтому, к сожалению, может тряхануть еще как следует. Поэтому лучше не экспериментировать с процессом перерождения и смерти. В общем, так все серьезно. Очень все серьезно. Знаете, так. Современный человек, он пытается к смерти по-другому приготовиться. Он экстрим ожаждится. Прыгнуть с парашюта. Что такое прыжок с парашюта? Покорить смерть немножко. То есть, прыгнуть с высоты, на которой точно разобьешься. Но какой-то методикой, парашютом, не разбиться, а приземлиться мягенько. Экстрим. Ну, видите, такие шутки время от времени заканчиваются и грустно. Поэтому человеку надо какого-то экстрима такого сейчас нырнуть, прыгнуть, что-нибудь сделать. Он пытается с этим играть, но со смертью не играют. Нельзя с ним играть. Нужно быть очень серьезным. Поэтому, если мы серьезны в этом отношении, тогда, так сказать, все наилучшим образом закончится. Но если мы думаем, что вот, все нормально, поэкспериментируем, родимся еще как-нибудь, посмотрим, будет... Нет гарантии, что это будет легко. Нет гарантии. Будет очень сложно. В этом мире очень сложно. Все. Поэтому придется опять пройти через всевозможные трудности, испытания. И, в общем-то, нет в этом ничего веселого. Поэтому нужно постараться приложить такое количество усилий, чтобы оно было, в общем-то, на уровне максимальных усилий. Тогда все может закончиться в этот раз. Слава Богу. То есть, с этим не шутить. Со смертями не шутить. Экспериментировать. Потому что так человек, иногда не понимая, говорит, ну ладно, рожусь лошадью, буду бегать по полю лошадью. Ослом родишься. И будешь всю жизнь возить мешки с кровьем. Видели ослом? Выражение лица осла. Не видели? Вот у него очень человеческое выражение лица. Вот как будто он точно помнит свою прошлую жизнь. И ему очень грустно. Видели? Видели? Вот посмотрите. Вот прямо видно, что он понимает, в какое вот сумасшедшее положение он попал. И он обычно стоит вечером. Так можно на востоке видеть, там них возят, там гравит, дороги строят, ослов используют. Дешевая сила. 20 рупий в день за одного осла. И он целый день возит с самого утра, до самого вечера, там часов 12 возит. Этот гравит туда-сюда, 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 туда-сюда. И под конец его даже не привязывают, а оставляют около этой кучи. Видите? И он ее стоит, сам охраняет. Смотрит на нее. Всю ночь стоит, смотрит на эту кучу. Причем смотрит вот с ужасом. Это вот что-то. Это вот, когда увидите, вы поймете, насколько вот трудно в действительности родиться животным. Насколько трудно жить животным. То есть он смотрит, и как будто он понимает свою судьбу. Эту кучу я за день перевез. Он смотрит на нее. Стоит, никуда не уходит. Настолько вот, так сказать, отсутствие просвета какого-то в жизни. Настолько все грустно. Вот это вот бедное лицо этого бедного ослика. У меня все время вот в сердце что-то переворачивается. Когда я вижу этого ослика. Какое-то такое олицетворение совершенной глупости. Поэтому лучше не совершать глупости, так сказать. Но все-таки как-то поактивнее действовать. И тогда, в общем-то, все будет хорошо. Потому что активного человека, даже если он совершает глупости, его все равно, так сказать, простят, продвинут, дадут дальше развиваться. Ну, бывает. У отличников тоже бывают неприятности. Но им тройки не ставят. Говорят, ну, передашь потом. Не ставят. Не хотят портить жизнь. Не портят. Не ставят. Говорят, ну, чего ты так? Не подготовься. Иди, подготовься. А если вы троечники, так сразу тройку поставить не глядя. Даже если вы на пятерку будете отвечать, будут думать, что списал. Поэтому все равно отпускают тройку. И не докажешь. У меня такое было. В восьмом классе, по-моему, что-то мы так... Я запустил что-то. Не помню. То ли русский язык, то ли химию. Не помню что-то. Так что-то учился. Учился еле-еле. И потом нужно было экзамен сдавать за восьмой класс. И мы так напряглись. Мама меня так напрягла серьезно. Я выучился берете. Вот, что-то меня так напрягли. Всеми доступными методиками. И я выучил. Я пришел сдавать. И я все знал. Все билет наизусть. Даже сейчас какие-то помню. Вот так вот. Меня вбили хорошенько все это. И я взял билет. Ответил хорошо. Я как сейчас помню. И мне стоят тройку. Я говорю, а что тройка-то? Он говорит, ну как что? Тройка? За что? И мать пришла ругаться. И мне заставили еще один билет взять. Еще один билет сдвиться. И я опять рассказал, что он опять. И все равно мне поставили четверку с минусом. То есть вот бесполезно. Бесполезно. Ничего. Поэтому если мы в студии живем на тройку, потом пятерку нам не поставят. Даже если вы все выучите быстро. Перед экзаменом. Уже никто не поверит. Не поверит. Все, уже имя сложился. Поэтому лучше на пятерке учиться всю жизнь. И даже если экзамен на тройку будем сдавать. Вытянуть. Вытянуть. За уши вытянуть. За уши. Вытянуть. Поэтому так лучше. Так лучше. Так лучше. Так лучше. Так лучше. В этом духе можно и настраиваться. Чтобы всю жизнь жить как надо стараться. Все усилия прилагать. А уже на экзамене разберемся. Оценят. Усилия оценят. Эти усилия оцениваются. То есть только по самому экзамену не будут судить. Все таки усилия тоже оценят. Которые мы прилагали. Все таки зачетку посмотрят. Знаете, когда хороший преподаватель ставит оценку. Он смотрит на предыдущую. На сессии когда ставят оценку. А что тебе за другие предметы. Везде пятерки, пятерки, пятерки. А тут что-то у меня что-то. Ну ладно. Тройку не буду ставить. Чтобы не портить. За зачетку. Поэтому вот так вот надо все таки стараться. Стараться надо. В общем-то система одна. Это не то что, так сказать, Духовный мир так сильно отличается от материального. Концепция та же. Просто немножечко отличается сам смысл происходящего. Но концепция та же. Поэтому можно по аналогии понять, что происходит. По аналогии. Материальный мир это кривое зеркало Духовного мира. Поэтому здесь так все криво. Но принцип тот же. Все очень кривое. Заметили? Все кривое. Даже лица кривые у всех. То есть лицо оно не симметричное. Даже лица кривые. Все кривое. Тело не симметричное. Одна нога длиннее. Другое. Все кривое. Все. Даже земный шар кривой. Все кривое. Все. Ну так вот кривое. Все кривое заходы. Ничего не поделаешь. Еще вопросики. Какие усилия? Надо совершать усилия. Усилия. А какие? Это уже вопрос не ко мне. Это уже вопрос к своему учителю. Вопрос надо совершать усилия. А уже когда человек принимает себе учителя, он лично подходит к своему учителю и говорит, какие мне конкретные усилия совершить. Потому что, в общем-то, нет однозначных рекомендаций для всех. Потому что у всех разный уровень. Абсолютно разный. И каждому, то есть принцип гуру, это оценить уровень каждого и дать ему то, что ему сейчас будет понятным и доступным. Поэтому, в общем-то, публичная рекомендация усилий дается только если у всех одинаковый уровень. Когда у всех разный, все-таки необходим некоторые индивидуальный подход. Потому что с разных ступеней будут разные системы. Это индивидуализм, это есть, называется именно истинный учитель. Лжеучитель, лже-гуру, это когда дается общее наставление. Общее наставление для людей с разным уровнем. И тогда, так сказать, ученик, желающий развиваться, он впадает в некоторый ступор. Потому что он не понимает, как это связано с ним. То есть это не его следующий шаг. Нужно не один шаг все вместе сделать, а каждый должен сделать свой следующий. Поэтому уже, например, мы можем сказать, да, что после лекции все должны поехать домой. Но как конкретно, каким путем, уже с каждым нужно индивидуально это говорить. И у каждого будет свой путь домой. То есть мы не можем все вместе сейчас встать и поехать. Поэтому все-таки это индивидуально. Главное, чтобы у человека было желание совершать эти усилия. И тогда он, конечно же, их получит. Четкие рекомендации, что делать. Поэтому не всегда даже человеку сначала нужны духовные рекомендации. Иногда человеку сначала нужны простые, земные какие-то моменты, чтобы решить то, что сейчас есть. Какую-то, в общем-то, проблему для того, чтобы потом погрузиться в духовную жизнь. То есть иногда нужно решать какие-то материальные проблемы. Прежде чем приступить к духовным. Жизнь очень интересная. Очень интересно, запутанная. И поэтому подход очень индивидуальный. Очень индивидуальный. В любом случае, мы должны помнить, что наша задача просто спрашивать. Если мы начинаем со спрашивания, это есть правильное приложение усилий. Когда человек изо всех сил спрашивает, куда ему прилагать усилий, это уже есть правильное, максимальное приложение усилий. Поэтому если человек вопрошает, ему будет дан ответ. Поэтому вот это будет для нас сегодня правильное решение приложения. Мы должны прилагать усилия, чтобы спрашивать. Что мне? 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 Что мне конкретно? Что мне? Что меня сейчас? Что мне сейчас поможет? Поэтому обычно тут два варианта. Сначала мы пытаемся навязать свое желание. Мы примерно так пишем, а вот это мне поможет? Вот это. Но если нет, тогда вот это. Вот это мне поможет? Это первый вариант. А есть второй вариант. Что мне поможет? И пока человек через первый уровень не прошел предложение своих вариантов, ему будет трудно на второй период. Поэтому обычно со второго, если человек даже начинает спрашивать, то это немножко такое надуманное. Очень трудно в действительности принять то, что надо делать. Поэтому обычно после такого вопроса необдуманного, что мне конкретно делать, хороший учитель вас спросит, а что ты хочешь делать? Что ты уже делаешь? О, молодец, продолжай. Или, о, вот это не надо. Это не надо. Вот это лучше. Поэтому мы должны свою активность проявить заранее. Мы должны уже что-то делать и консультироваться, как это мне будет помогать и как это облагородить, чтобы оно начало помогать. Потому что мы не готовы делать то, что нам говорят. Мы еще плохие дети. Мы не готовы делать то, что нам говорят. Это не готовы. Поэтому на нас это будет действовать так нехорошо. Такие прям вот прямые рекомендации. Поэтому мы должны уже сами что-то делать и просто корректировать это, чтобы переводить, как мы говорили в начале лекции, в зону духовную. Поэтому господчитание говорит, что не оставляй работу, не оставляй семью, не оставляй свою жизнь, просто поменяй смысл происходящего. Узнаю, как поменять смысл происходящего. Одухотвори свою деятельность. Одухотвори. Поэтому, когда мы в этом духе ведем разговор, конечно же, найдет свой хороший совет, хорошая идея и все будет хорошо. Потому что не так это просто общим советом дать возможность каждому сделать свой шаг. Не получится. Как знаете, на разных классах, на разных уровнях, одна и та же задача решается разными способами. В первом классе так, в восьмом классе так, в институте так. Одна и та же задача уже решается с помощью разных формул. Также и наша задача узнать, какая формула для моей жизни подходит. Но задачу мы одну и ту же решаем. Как стать счастливым. Но формулы будут для всех разными. Общее что-то есть, конечно, мы это и так можем в книге прочитать, проблем нет. Но уже тонкость надо вот узнавать. Деньгам. Деньги это возможность решать, это возможность материализовывать свои желания. В духовном мире это явление называется Калпаврикша. Калпаврикша это система, которая исполняет ваши желания, когда у вас появилось желание. И оно тут же исполняется. Для этого тут нужны деньги. А в духовном мире называется Калпаврикша. Калпаврикша это такой некоторый автомат. Знаете, есть такие автоматы. И там нужно денежку туда положить и им что-нибудь оплатить. Стоят везде такие автоматы. Это кривое очень отражение того, что происходит в духовном мире. А в духовном мире это дерево. Особое дерево. Зовут это дерево Калпаврикша. Если вы подходите к этому дереву и задумываете желание, оно тут же исполняется. Очень похоже. Только тут немножко криво все. Можно не ту цифру вбить и ваши деньги уйдут человеку с похожим номером. Но там все четко будет решаться. Да, есть такой криво. И эти деревья, кстати, есть даже здесь. Да, вот. Не знаю по поводу ленты. Эти креточки обычно привязывают на деревья, в которых в духе живут. Это традиция горных местностей. Называются духи деревьев, духи перевала, духи какого-то места. Поэтому это не всегда духовная традиция. Это иногда духовная традиция. Иногда это духовная традиция. Очень часто. Просто послушайте меня, сейчас объясню. То есть не всегда духовная, да, духовная. Поэтому даже тут в Москве я видел такие деревья, на которых веревочки привязывают. Видите, это не деревья Калпаврикша. Есть некоторая разница. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным. И не переходить на некоторую вот эту грань духовности с таким материальным, в общем-то, перегибом. Таким эзотерическим перегибом. Поэтому вовсе не все деревья, на которые завязывают веревочки, являются духовными деревьями. Вовсе не все. Далеко не все. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным. То есть точно узнайте у святых людей, насколько это место достойно поклонения. Потому что когда меня водят по таким местам, местам силы, и там и веревочки привязаны, и все, что хочешь, на 90% это просто от духа творенные места. Просто духи. Это есть такая традиция. Есть такая традиция, чтобы дух вас не уновал. Но дерево Копаврикши, это необычное дерево. Очень необычное. Поэтому не так просто с ним встретиться. Конечно же. И уж тем более, не так просто что-то у него попросить. Желание должно быть высокодуховным. Тогда оно исполнится. Узнайте точно, насколько они одухотворены. Да. Это не имеет отношения к духовной традиции. Изначально эта традиция, завязывать веревочки на деревьях, имеет очень глубокую традицию. Очень глубокую традицию, глубочайшую традицию полного предания Богу. Однажды, однажды, произошла такая история, когда возлюбленные Кришни, они принимали омовение в реке, купались в реке. И Кришни решил сыграть с ними в одну игру. И он украл у них одежды. И он завязал эти одежды на ветках дерева. И эти подружки, они сначала боялись выходить из воды. Как-то некрасиво. Но потом, так как они любили его, они все вышли, он им вернул обратно на ту одежду. Эта история очень популярна, потому что в ней очень глубокий философский смысл. Пока мы полностью не откроем свою душу Богу, мы не сможем по-настоящему в действительности установить наши отношения. Необходимо полностью открыться, сбросить эту одежду. И знаешь, что надо головами ходить? Нет, нужно открыть свою душу. Поэтому эта история одна из самых философских. Ее очень любят извращать на всевозможных картинах, еще как-то, не верьте этому. Это глубочайшая философская история полного предания Бога. Когда мы готовы полно всего себе отдать, ничего не скрываем, потому что мы что-то из себя оставляем. Мы занимаемся духовной жизнью, но какую-то часть оставляем, хотя бы немножко. Когда мы готовы все отдать, как даже в любви, да, человек готов. Когда мы готовы в духовной жизни все отдать, полностью раскрыться. Вот тогда действительно приходит не материальная любовь, не вожделение, не кама, а приходит прямо духовный вариант любви. И поэтому сейчас, так как это произошло рядом с этим деревом, и все желания исполнились, все получили высочайший уровень любви к Богу в этой истории, такие деревья называют Нуква Паврикши, и в память об этой истории повязывают такие маленькие одежды, то есть маленькие тряпочки повязывают, чтобы они тоже смогли полностью открыть свое сердце, полностью отдаться Богу, и избавиться от всей грязи в сердце, и тогда все будет хорошо в жизни. Вот если коротко. То есть это глубочайшая вещь, это не просто мы пометили какое-то дерево, нет, это нечто очень глубокое, очень философское. Поэтому просто спросите тех, кто вешает туда веревочки, а в чем смысл, с чего мы сегодня лекцию начали, в чем смысл того, чтобы эту веревочку на дерево-то вешать? И послушав ответ, вы поймете, это дерево, у кого Паврикши, или это просто свадьбы приехали, выпить немножко шампанского, ехал в Тулу, и там был дождь, левень, какой-то там снег все стояло, и молодожены, они стояли у каких-то памятников, под этим ужасной погодой, эти невесты полуголые, то есть непонятно, то ли она на вхвате, то ли уже нет, то есть что-то такое ужасное, ветер все это свищет, зонты раскрывает наоборот, и они стояли и делали вид, что они вот очень довольны, и причем много, вот такая вообще полная непогода, и все какого-то памятника, непонятно кому, вообще, я даже не смог определить, кто это, какие-то полушахтеры, полукосмонавты, вот такое, то есть, в ведах сказано, нужно идти в храм, должны идти в храм, больше никуда не надо ехать, идти в храм, не нужно к шахтерам идти, мне кажется, молодцы, нам уголь добывают, я не против шахтеров, но, семья освещается в храме, нужно идти в храм к Богу, и молиться, чтобы отдать всего себя, чтобы помочь друг другу, отдать себе, раскрыться полностью, раскрыть свое сердце, потому что, Бог очищает наше сердце, не мы очищаем свое сердце, Бог его очищает, мы не можем свое сердце очистить, но если мы просто раскроем свое сердце, перестанем сопротивляться, тогда все раскроется, в этом наша задача, фактически, задача духовного развития, чрезвычайно проста, не нужно, как сейчас я такую, знаете, противоречивую вещь скажу, по отношению к первой части лекции, просто во второй части лекции, мы слишком далеко зашли, но все равно, я сейчас скажу, порадуйтесь немножко, в духовной жизни, вообще не нужно никаких усилий прилагать, нужно просто перестать сопротивляться, перестать сопротивляться, я вам напомню эту историю, когда ученик сказал, как мне избавиться от всех моих глупостей, и как мне стать русскодуховным, и учитель обхватил дерево двумя руками, и стал кричать, отпусти меня, отпусти меня, мы просто должны перестать сопротивляться, мы сопротивляемся, все упираемся, когда я тяну собаку тащат, и она четырьмя ногами начинает упираться, прямо четырьмя вот ногами упирается, так же мы сейчас упираемся четырьмя ногами, все, наш ум, наше тело, все упирается четырьмя ногами, Чтобы не практиковать Не развиваться, не идти Если мы просто перестанем сопротивляться У нас просто выдернут из этого мира За одну жизнь вообще Это называется смирение Поэтому столько говорится о смирении Даже не говорится так много Об упорстве в духовном развитии Не говорится так много О твердости в духовном развитии Не говорится Даже так иногда предостерегают Что не нужно быть таким твердым, упорным Как бы фанатам не ставить и не наломать дров На этом пути О чем больше всего говорится? О смирении говорится О смирении Главные рекомендации всех духовных трактатов Стань смиренным Перестань сопротивляться Как можно вылечить человека, если он не сопротивляется Вылечите зуб человека, если он не сопротивляется Ничего сделать невозможно Поэтому если мы просто перестаем сопротивляться Духовной жизни Духовная жизнь уже готова Чтобы нами занят Все, уже готова Скажем перестать Ну давайте Действуйте Знаете, нужно прийти и отдаться врачу Время пришло То же самое и с врачом происходит Кришна просто лучший врач Но мы тоже должны прийти к врачу И нам должны сказать Раздевайтесь То же самое И уже все А может нет? Да А может до пояса? Нет Все И все Приходится раздеваться Врач пришел Ничего не сделаешь Поэтому в какой-то мере Ничего не поделаешь Нужно вот так вот отдаться Врачу Целиком Тогда он сможет нас вылечить Если мы скажем Ни за что Сам догадывайся Как хочешь Ну как же нам Смогут помочь Никак Мы просто сопротивляемся Поэтому В этой истории Много Очень глубокой философии О ней Вы будете каждый раз Слышать по-новому Всю свою жизнь Об этой истории Есть тут Картинка? Найди пожалуйста Есть картинка Про эту историю Кто еще? Может есть? Пока я еще напросто отвечу Может мы найдем Картинку Ага Пожалуйста Так Мы Зашли Ага 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 Накануне Нового Года Очень хорошо Аааа Накануне Нового Года Очень хорошо Аааа Ааа Подарить кому-то Духовный проклад Это особое время Когда все активизируются В том, чтобы Тем, кто уже готов Подарить от себя Какой-то духовный проклад С наилучшим пожеланием В это время Это дает максимальный эффект Поэтому Если вы сможете Найти людей Которые уже готовы Созрели И они вас уважают И готовы принять от вас Какую-то книгу С радостью Это будет очень хорошим действием Это реальное активное действие Поэтому все люди разумные Во всем мире Все, кто знают Тайны восточной философии Они сейчас настроились И изо всех сил думают Кому они могут Книжечку подарить Это секрет этого времени Перед Новым годом Поэтому если вы сможете Это сделать Вы получите огромное благо Огромное благо Это вот если говорить О практичности Огромное благо Но, конечно же Нет ничего лучше Чем самой молитвенной практики Поэтому если вы сможете Стать серьезнее В молитвенной практике Конечно же Это зачтется Будет хороший результат Поэтому все это Перед Рождеством Все это время Оно очень хорошее Праздничное Поэтому В празднике Все умножается Все умножается В несколько раз Поэтому используйте Эти праздники Чтобы кому-то помочь Дать знания Или чтобы он себе Помочь Хотя бы Углубить свою Духовную жизнь Через молитвенную практику Будет очень хорошее Книга Лучший подарок Очень хорошее Хотя бы Если книжек 10 Сможете подарить За месяц Это будет Очень хорошо С одной До 10 Это очень важно Не отрягайтесь Когда мы готовим пищу Нужно с кем-то поделиться Чтобы быть более счастливым Также Когда мы что-то узнаем Нужно с кем-то поделиться Но также И делиться Надо с друзьями То есть Если люди не любят Ваши пирожки Лучше с ними Не делиться Потому что Они их возьмут Потом и собаки отдадут Также Если люди Вас не уважают Они будут Эти книгами Капусту Засаливать Вместо груза Будут ставить Поэтому Нужно Аккуратно Но С любовью Диски не то же самое Книги Сами трактаты Диски Это же можете Хоть как угодно А вот Книги Сам трактат Он имеет в себе Это в общем-то Имеет в себе Это богословение На начало Духовной жизни Сам трактат Он специально Для этого Дан Чтобы человек Прикоснувшись К нему И почитав Немного Чтобы его В его сердце Попало Семя Духовная жизнь Вот эта семечка И начало Прорастать Поэтому Лекции Хорошо Диски Хорошо Но мы должны Каждый день Читать Настоящий трактат Брать его в руки Читается Поэтому Книги духовные На Востоке Считаются Священными Производениями Их нужно брать Только вымытыми руками Никогда нельзя Кушать и читать Священную книгу Нельзя на нее Ничего ставить Это фактически Книга Это алтарь Поэтому К книге Относятся Как К иконе Как К алтарю Он должен Стоять На самом лучшем месте На специальной Подставке Или на специальной Ткани И К этому Благоговейное Отношение Должно быть И когда мы К духовному трактату Благоговейно Относимся Этот трактат Раскрывается Перед нами Мы начинаем его понимать Поэтому Должно быть Такое Культурное Отношение Поэтому Мы его берем Сначала По-моему Традиции Голове Прикасаемся Потом Открываем Читаем Постепенно Нужно читать Вдумчиво Пытаясь понять Каждое слово Туда он Открывается Перед нами Душа Получает Пищу Как Желудок Должен получать Пищу Насыщаться Так же Душа Читая Трактат Должна Насыщаться Приятно Должно Становиться Приятно Интересно А не так Как мы читаем В конце книги Посмотрели Ну понятно Это ясно А тут Вот это А ну ясно Чем Чем Закончилось Ну ясно Так не получится Поэтому Люди Неграмотные Они открывают Бхагавадгиту На последней странице И читают И там Кришна говорит Вот я рассказал Тебе всю эту науку Бхагавадгиты А теперь Поступай как хочешь И они говорят Вот все понятно Поступай как хочешь Сначала Всю Бхагавадгиту Прочитай А потом Поступай как хочешь Потом уже Не захочется Поступать как хочешь Ну ты знаешь Это значит Уголовный кодекс Прочитать А потом Поступать как хочешь Ну я это уже Буду ж мать Как не надо Так же В принципе Нас же никто Не заставляет Прямо жить По уголовному кодексу Там же не написано Что ни шаг влево Ни шаг в право Нет просто Книжка Про закон А поступай как хочешь Поэтому Бхагавадгита Тоже некоторый Такой Кодекс Жизни Где объясняются Все эти законы Так что Поэтому Прочитав уже Будешь понимать Как поступать Уже Появится Некоторые осознания Нашел картинку Нет Ни в одной Нет Ни в одной Какой-то Там нет Картинка А плаката Нет 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 Такой хорошей Картинки Нет Хорошо Я потом Специально Принесу Покажу Специально Можно было Посмотреть Ну вы узнаете Вот вы все знаете Это описание Потом узнаете Картинку Ага Еще Вписка О Время Сколько Маленькое Очень Маленькое Ну-ка Покажи Очень Маленькое Машу Ну-ка Где Да Точно Вот она История Маленькое Маленькое Только Ты пальцем А тут все истории На этом пакете Все истории Маленькое Нашли Не подготовился Я сегодня Вот так вот Столько интересного всего Поэтому Эта книга Где все эти истории Рассказываются Называется Источник Вечного Наслаждения Поэтому Те кто хотят Такую книжку Пожалуйста Отскажите Олегу Он вам И достанет Это очень толстая Книга Со всеми Историями С полным И философским Объяснением Очень интересно Дома Нужно иметь Конечно Читательный Одна из самых Таких Приятных Книг Приятных Забрались Это время уже Десятый час Все довольны Хорошо Так еще чуть-чуть Осталось сил Набраться И Два Денька Один Завтра пятница Завтра последний день Я уже думал Что два А что один остался Все Завтра последний день Пожалуйста Наберитесь сил Немножко Я смотрю Все уже Сдались Сдулись Не сдавайтесь Еще один денек И потом Еще лет пятнадцать Ежедневных Лекций Нормально В понедельник Также Те кто Углубленно Занимаются И слушают Про старшую Историю Про волшебные Деревья Мы также Собираемся В понедельник Будет Новые Сладости Какие Вкусные Эта Сладость Будет Называться Если у нас Получится Она будет Называться Просто Чудо Просто Даже Одно Название Говорит О том И Нужно Быть Очень Аккуратным С этими Сладостями Очень Аккуратным Русская Русская Картошка Мы сделаем Очень Необыкновенное Необыкновенное Блюдо Оно будет Называться Гауранга Гауранга Это Своеный Вариант Картошки С сыром Картошка Сыр Картошка Сыр Картошка Сыр Очень Необычное А еще Мы сделаем Одно Соленое Блюдо Необычное Тоже Если Получится Все Блюда Это Если Получится Те Кто Хотят Чтобы Получилось Могут Пораньше Прийти Помочь Соленое Блюдо Но Будет Называться Сырные Шарики Сырные Шарики Ооо Алу Кофта Называется Нет Или Панир Кофта Да Очень Очень Когда Первый Раз Попробовал Сырные Шарики Я Понял Что Все Что Я ел До Этого Это Просто Были Бутерброды Сухие Бутерброды Без Чая Я Пробовал Сырные Шарики Моя Жизнь Изменилась Очень Концептуально Поэтому Очень Рекомендую Попробовать Хотя Бо Раз Жизнь Сырные Шарики Поэтому Будет Несколько Шариков Будут Сырные Шарики Будут Шарики Просто Чудо Просто Чудо Это Необыкновенные Шарики Сладкие 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 Они Делаются Из Смеси Сухого Молока Сахарной Пудры Из Сливочного Масла Ганеш любит Сладости Всякие Он любит Ладу Ладу Это Сладости Из Гороховой Муки Дело У нас Иван Ладу Дело Уже Были Такие Уже Кто-то Пальцы Съех Покусал Уже Вот 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 Очень важно Поэтому Будет Новая У нас Дегустация Будет Интересно Поэтому Те Кто не Следят За фигурой Могут Приходить Залзать Это Значит Мало Едите Потому Что Если Вы Нормально Едите Честно Раскрываясь Полностью В этом Процессе Не Оставляя Пустых Уголков В своем Залутке Вы Не Должны Вы Должны Утром Приходить В себя Да То есть Когда Вас Ободвигают Чтобы Под Вас Достать Тарелку Которую Вы Ели Тогда Да И Утром Нужно Еще Немножко Поесть Чтоб День Начался Хорошо Конечно Поэтому В этом Случае Можно Есть Как Можно Больше Когда Пища Освещенная Можно Есть Как Можно Больше Другое Действие Другой Да Очень Хорошо Поэтому Никакой Проблемы Поэтому Нужно Съесть Как Можно Больше Как Можно Больше Поэтому У нас Не Аюрведическое Движение У нас Кулинарное Движение Но У нас Особая Кулинария Поэтому Она Идет На Благо Здоровья Поэтому Чем Больше Вы Сидите Тем Здоровее Будете Все Будет Хорошо Все Будет Здорово Поэтому У нас Будет В понедельник Веселый День Праздник И потом Я уеду Да Потом Приеду И с 18 Мы продолжим Здесь Наши занятия Хорошо Большое спасибо Что смогли Сегодня Поддовести Ком Ком Ком